Дмитрий Ревякин И сегодня я открою небольшие такие маленькие секреты в живописи. Актуальные вопросы, которые наверняка очень часто возникают у начинающих художников после сеанса живописи. Когда у них остается на палитре краска. Что с ней делать с этой краской? Вот допустим вы написали картину. У вас осталась палитра с краской ненужной. Ну как ненужной? Что ее выкидывать? Ни в коем случае. Конечно в зимний период можно эту палитру поместить на балкон, если у вас там прохладно. И она не будет засыхать там некоторое время. То есть масляная краска на морозе и на холоде не сохнет так, как летом. Что же делать, когда наступает лето? Класть краску на блюдечко, заливать водой, потом класть это блюдечко в холодильник. Это тоже не вариант, потому что оно и занимает место. И как бы хранить краску в холодильнике. Да и вообще это все такой трудоемкий процесс, долгий. Каждый раз все это делать. Я предлагаю очень простой вариант. Если у вас есть ненужный тюбик пустой краски, который вы использовали. Или тюбик от зубной пасты. Только не пластмассовый, а ну вот как они, алюминиевый или из какого материала они сделаны. Металл какой-то. Можно использовать в принципе зубную пасту, предварительно вымав тюбик. И мы берем плоскорубцы. И вот с этой стороны начинаем открывать этот тюбик. Это может любой сделать. Здесь не нужно никаких усилий. Потом мастихинчиком можно помогать. Вот таким образом раскрываем. Можно не до конца, но так, чтобы у нас тут оказалось место. Вот что получилось. И туда накладываем краску, которая осталась у нас на палитре. То есть я беру мастихинчик, счищаю аккуратненько чистую краску. Важно, чтобы она была, конечно же, чистой. Если в этом тюбике есть белая еще краска чистая, то чтобы она не смешалась. Часто же бывает, что на палитре в белилах уже есть какие-то примеси. Вот как здесь, допустим, немножечко розовых. Такую краску можно помещать в отдельный тюбик. Дальше. Закрываем. Пальцами можно вот так, путем надавливания. Немножечко можно пройтись плоскогубцами. И гоним вот эту краску ближе к пробке. После вот таким образом закручиваем. Вот у нас сохраняется краска. И вы можете выдавливать сколько угодно ее на палитру. И потом сколько угодно применять вот эту процедуру. Применять и делать вот такие тюбики. Второй способ, что можно с этой краской делать. Если она все-таки у вас какая-то грязная, смешанная. И вам, в принципе, не нужны эти смеси. То вы можете опять-таки взять мастихин, счистить и поместить эту краску вот в такую герметичную коробочку. После вы наливаете туда разбавитель одну часть и две части масла от бельного, очищенного. И перемешивайте тщательно. В зависимости от количества масла у вас будет, и от количества красок, у вас будет светлее или темнее жидкость. Ну, это логично. И вы можете эту жидкость использовать для тонировки ваших холстов. И это не только тонировка, но и дополнительная грунтовка вашего холста, что обеспечивает большую защиту от проникновения красочного слоя в структуру нитей холста при живописи. То есть это очень хорошая вещь. Не только затонировать, но и лишний раз прогрунтовать. Как это делать, есть видеоролик. Смотрите в ютубе. О чем я еще хотел с вами поделиться? Это о тюбиках. Тоже проблема, вроде мелочь, но возникает очень часто. Скорее всего, у вас у всех есть вот такие тюбики, где малое количество краски. И он при этом, тюбик вот здесь пустой и занимает много места в этюднике. А когда нужно нам быть на пленере, то надо побольше места в этюднике, чтобы можно было положить ветошь, разбавитель или еще что-то. Как с этой проблемой можно справиться? Мы выравниваем руками тюбик. Он очень хорошо гнется. Потом вот такими нажатиями, двумя пальцами нажимаем вот так и гоним краску вверх. Как и вот в этом, с этим тюбиком. И потом вот таким образом закручиваем. Есть даже специальные такие машины механические, при помощи которых можно выдавливать эту краску. Смотрите, я сейчас довольно быстро вот так эту красочку подкручу. Это знают многие студенты даже, пользуются. И у нас получается вот такой маленький аккуратный тюбик с краской, которая там осталась. И вы можете им пользоваться, он занимает мало места. Ну и еще один секретик небольшой. Когда вы покупаете масло, может быть кто-то из вас наталкивался на то, что при нажатии на тюбик он не продавливается. Это происходит потому, что внутри краска подсохла. И либо производитель туда добавил мало масла, либо уже срок годности истек красок. Но это маловероятно. Часто просто они засыхают раньше времени от неправильного хранения. И становятся такими твердыми. Как эту проблему устранить? Допустим, у нас есть тюбик с чуть-чуть засохшей краской. Здесь надо понимать, насколько она засохшая. Если она вообще не пробиваемая, как металл или камень, то в принципе можно выкидывать эту краску. Если она проминается еще, но туго, то это можно поправить. Итак, мы по предыдущему примеру отскрываем тюбик с этой стороны. По той же схеме, если красочка у меня осталась, пользуясь случаем, я еще разок продемонстрирую, как можно легко ее туда поместить. Ну и представьте, что она высохла. Мы берем просто разбавитель. Это может быть пенену, айтспирит. И в зависимости от количества краски, от того, как она засохла и какой разбавитель, это нужно смотреть как бы индивидуально, каждый раз. По-разному может быть. Мы добавляем туда этот разбавитель. Дальше мы также закрываем этот тюбик. Можно... Ой, не так закрыл, руками. В другую сторону. Видите, он мнется со всех сторон. Вот так. И можно даже пройтись плоскорубцами. Если что-то там пачкается, можно вытереть салфеткой или ветошью. Дальше. Делаем вот таким образом. И чтобы разбавить краску, просто надо немножечко помять тюбик. Вот таким образом, пальцами. Но будьте аккуратны, потому что вот здесь на краях очень часто бывает, что лопается трещина, появляется лопается тюбик, и отсюда выходит краска. В этих случаях можно просто салфеткой замотать, она потом засыхает, и, в принципе, щель эта закрывается. Можно также пробовать изоленты, скотч, но, как правило, клеящие эти вещи не действуют. Может быть, даже какая-нибудь бумага или тот же слой салфеток будет лучше, герметичнее закрывать трещины, которые могут образоваться. Вот, в принципе, и все. Если же вы хотели вот сюда добавить масло, то есть мы с этой стороны накапали, а можно еще с этой стороны, то мы открываем крышечку, набираем из шприца разбавитель, втыкаем сюда и вливаем в нужное нам место. Таким образом, можно внутри тюбика разбавить подсохшую краску. Ну, а с вами был Дмитрий Ревякин. Если вам понравилось это видео, то делитесь им со своими друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал YouTube, на моем сайте. Всего вам хорошего, красивых вам грамотных картин, побольше творчества. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok